Доброе утро! Приготовление на пару один из самых древних способов приготовления пищи. Оно неудивительно, ведь в нем сохраняется максимум пользы. В наши дни приготовление на пару это еще и диетическое блюдо, а сегодня мы приготовим рыбку. Она не только полезная, но и очень вкусная. Доброе утро! Меня зовут Андрей Алексеев, я шеф-повар. И сегодня мы с вами приготовим рыбку, а именно мы приготовим стейк из лосося на пару с творными овощами и мятной или кинзовой заправкой на выбор. Итак, приступим. Берем для этого лосось. Можно взять семгу, нерку, в принципе, любую красную рыбу. Что мы делаем? Формочку сбрызгиваем маслом. Выкладываем на нее рыбку. Обязательно подсаливаем чуть-чуть. Черный молотый перец. И чтобы рыбка была не совсем пресная, мы ее сбрызнем чуть-чуть соком лимона. И отправляем нашу рыбку минут на 7-8 в пар конвектомат. Мы приготовим ее на пару. Пока наша рыбка будет запекаться, мы с вами сварим овощи и параллельно сделаем заправки. Возьмем цветную капусту. Ее я использую свежую, поэтому вариться она будет чуть подольше. А брокколи я использую замороженную. Режем помельче. Вода у нас подсоленая. В принципе, чтобы она закипела, ждать не надо. Пока варятся наши овощи, мы с вами делаем заправку. Для приготовления заправки нам понадобится блендер и ингредиенты. Мы с вами сделаем мятную заправку. Понадобится свежая мята, чеснок, рисовый уксус, еще его называют мицукан. Соль, сахар и масло растительное. Так, наша заправка готова. Перельем ее. И далее приготовим кинзовую заправку по аналогии с мятной. Продолжение следует... Наши овощи готовы, уже сварились. Стейки мы уже выложили. Теперь украсим отварными овощами и украсим микрозеленью. Итак, наше блюдо готово. Приятного аппетита! Наша рыбка готова. Запах нереальный. Обсудим всю пользу этого блюда с нашим диетологом. Про пользу приготовления блюд на пару нам сегодня расскажет врач-диетолог и гастроэнтеролог Антонова Людмила Сергеевна. Доброе утро! Доброе утро! Давайте скажем, в принципе, в чем польза вот такого приготовления на пару? Ну, во-первых, польза в самом способе приготовления, да? Потому что, например, при жарке у нас могут выделяться и образовываться консроенны вещества. При варке на пару этого не происходит. И также при таком способе приготовления максимально сохраняются полезные вещества, полезные витамины и микроэлементы. Я слышала, что такое приготовление на пару чаще всего рекомендуют людям с хроническими заболеваниями какими-то. Это так или нет? Да, действительно, приготовление на пару, приготовление в духовке – это способ, который наиболее подойдет людям, у которых есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Но, тем не менее, это подойдет и для здоровых людей, это будет более полезный вариант. Просто нужно проявить большую фантазию, да? И тогда это тоже можно сделать вкусным. Давайте разберем конкретное блюдо. Тут у нас рыба, лосось и овощи – брокколи и цветная капуста. В чем их польза? Лосось у нас относится все-таки к деликатесному виду мяса, но, тем не менее, это, в принципе, доступный вариант мяса. Это белок, легко усвояемый белок. Очень хорошо лосось подойдет в качестве ужина, например, потому что после него нет такого чувства тяжести. Ну и, конечно же, это полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве. Это различные витамины, микроэлементы. Например, тот же самый фосфор в суточной дозе. Брокколи, цветная капуста – это большое количество клетчатки. Также при таком способе сохраняются и витамин С, и фосфор, и магний, и витамины группы В. Причем и цветную капусту, и брокколи нужно готовить аль денте, то есть, чтобы они немножечко таким похрустыванием были. В таком случае будет максимальная концентрация пользы. А то, что есть такая заправка в виде мяты, оливкового масла, это больше в пользу или все-таки больше вкусовые какие-то качества? Оливковое масло – это растительное масло, растительный источник жиров в небольшом количестве. Мы должны в течение дня потреблять растительные масла. С их помощью лучше усваиваются жиростворимые витамины. А также вот эта вот заправка в виде мяты – это большое количество антиоксидантов. А также вы правы, что это определенные вкусовые ощущения. Это добавляет разнообразие для наших вкусовых сосочков. Есть ли у этого способа приготовления какие-то противопоказания? Или это настолько уникально и полезно, что вы рекомендуете всем? Я не вижу здесь никаких противопоказаний. Единственное, что если у вас заболевание желудочно-кишечный тракт в стадии обострения, то вариант приготовления аль денте может вызвать тяжесть издутия после еды. Поэтому здесь, конечно, лучше подольше поварить. Да, мы меньше получим витаминов в количестве, но клетчатка все равно останется. Огромное вам спасибо. На здоровье. Сегодня мы поговорили про пользу приготовления блюд на пару. И даже приготовили вкусную рыбку. Пробуйте этот рецепт у себя дома. А также знайте, что такой способ не только диетический, но и очень полезный и вкусный. А вы берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова